МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пару лет назад ставил на учет старенький мотоцикл из Юпитер 65-го года под реставрацию. И очень долго не мог оформить автогражданку, больше месяца. И я не понимал, зачем. Я ведь не буду ездить, я буду реставрировать. И я бы тогда был рад отмене этого документа при постановке на учет. На самом деле, хорошо или плохо, что он больше не нужен? Ну вот, скорее всего, Николай, сейчас тысячи людей порадовались отмене полиса ОСАГО как обязательного документа. Это ваш случай, это молодые водители, которые не могут купить ОСАГО, он стоит там за облачную сумму. И такие все выдохнули, ура, машины часто продаются, перепродаются. Все, мы освобождены, вообще я в ДТП никогда не попадал, полис брать не буду. Ну, вы правы, все не так однозначно. Ведь, по сути, это один из немногих способов контроля был. Ведь когда можно проверить, когда остановил инспектор, есть страховка у водителя или нет? Камеры не фиксируют. И если даже инспектор остановил, то это 800 рублей штрафа, а если сразу, то 400 рублей штрафа. И новичку, который платит там 20-30 тысяч, проще вот так, да? Да. Но наше государство, оно думает всегда наперед. И вот здесь езда без полиса ОСАГО будет вам в год стоить 300 тысяч рублей. Это с каких пор? Вот прям с 1 марта. Можно уже прогнозировать, что каждый день езды без полиса ОСАГО обойдется в 800 рублей по умолчанию вообще каждому, кто выехал на дорогу. Что же меняется такого? А прежде чем вообще выйти с этой инициативой, что давайте отменим ОСАГО как обязательный документ, уже другие государственные органы и совместно с Российским Союзом автостраховщиков и ГИБДД сказали, пора вводить камеры, которые будут фиксировать отсутствие полиса ОСАГО. И эта законодательная инициатива уже оформлена, и дело времени, она будет принята, и скорее всего, она будет принята все тогда же 1 марта 2025 года. И вот в этот день ты можешь купить машину и не покупать полис. Но как только камера тебя зафиксирует, ты получишь штраф. Вопрос. Есть ли чему радоваться? Да. Тому, что, вероятнее всего, больше людей купят полис ОСАГО. В месяц езда без ОСАГО будет стоить 25 тысяч рублей. Да, если ежедневно, даже с работы домой можно же несколько раз попасться. Вот здесь они предусмотрели. То есть, если ты попадешь на 10 камер, это не значит, что ты заплатишь сразу 25 тысяч рублей. Нет. Фиксация один раз. То есть, вот все прям, раз заплатил, и можешь смело ездить этот день без ОСАГО. Возможно, этим будут пользоваться те, кто очень редко выезжает, и скажет, да лучше я один день заплачу один раз штраф, и там все будет отлично. Но у меня есть такое одно предположение, что сейчас, пока между вот этими разрывами дат, уже ребята сидят такие, думают, как обмануть камеру, чтобы она не фиксировала, и появится какой-то некий, скорее всего, какой-нибудь новый опять продукт, который скажет, а вот эта камера будет предупреждать объедь эту точку, там ОСАГО не зафиксирует. Я полагаю, что на самом деле государство все правильно, потому что не будет этой меры без еще одной меры, а вот вопрос покупать, не покупать, каждый будет решать по-прежнему сам. Да, хочется к нему вернуться, пока еще таких камер нет, и что же еще нас стимулирует, чтобы купить этот полис, потому что, ну, еще один, может быть, частый случай. ДТП, попадает два автомобилиста, у одного полис есть, и он не виноват в этой аварии, у другого полиса нет, машина, может быть, вообще не его, куча долгов у человека, взять через суд даже с него нечего, и я, добропорядочный гражданин, со страховкой, иду ремонтировать свой автомобиль за свой счет, потому что, к всеобщему заблуждению, к сожалению, я страхую не свой автомобиль по автогражданке. Да, и причем, что самое интересное, об этом мало кто знает, мы на День предпринимателя опросили просто людей, что вы страхуете, и большинство ответили, автомобиль. Что делать в этой ситуации? Судиться? Что делать? Сразу расставим, а что же страхуем тогда, если не автомобиль? Мы свою ответственность застраховали, если вдруг я причиню кому-то ущерб, то деньги пойдут не с моего кармана, да, не в ущерб моей семье, а страховая компания за меня заплатит вот этот лимит 400 тысяч рублей. И у нас как рассуждают, я не нарушал 10 лет, зачем, и 10 лет без ОСАГО ездил, и вот не буду ездить. А потом, вы знаете, как бутерброд маслом вниз, вот выехал в этот день, гололед, собрал там 10 машин, и все, каждое по 400 тысяч. И, соответственно, вот имеешь ущерб под 4 миллиона рублей, а тебя могут и забанкротить. И вот тебе езда без ОСАГО. Категорически нет, потому что я вижу этих людей, которые приходят на юридическую консультацию, у которых езда без ОСАГО стоила квартиры. Это реальность, если очень большой ущерб по количеству машин. Да, может произойти так, что ты там разбил очень дорогой автомобиль, и он один стоит, там, да, там 3 миллиона ущерб. А если ты разбил 10 по 400, ну ты никому ничего не должен. То есть, в принципе, строковка, вот этот лимит 400 тысяч на, ну скажем так, на один автомобиль поврежденный, да? То есть, ну не значит, что, в принципе, он 400 тысяч на все ДТП. Нет, 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 там неограниченное количество. Сколько машин по твоей вине повреждено, столько автомобилей, и получат лимит по 400 тысяч рублей. И каждый пострадавший в ДТП получит лимит по 500 тысяч рублей, там погибшие 475 тысяч рублей. И, соответственно, ответственность-то твоя застрахована по-хорошему на, ну, неопределенную сумму денег. Конца нет, что вот исчерпал и все. Чем масштабнее авария, тем больше покрывает страховщик. Вот о лимитах. Цены на автомобили растут очень быстро за последние годы, тем более в несколько раз. Запчасти, соответственно, тоже. А лимит, он остается тем же самым. Не назрела ли проблема, вопрос о пересмотрении этой суммы? Об этом уже давно говорят и автомобилисты, что давайте увеличивать снова лимит. Но, вероятнее всего, однозначно, даже невероятнее всего, увеличение лимита приведет к увеличению стоимости ОСАГО. У нас на сегодняшний день и так стоимость ОСАГО иногда равна минимальному размеру оплаты труда. Возникает просто вопрос, что это, мне кажется, сейчас просто еще экономически невозможно это сделать. Очень много менялось и думаю, что не все даже сейчас ответят точно, как эти деньги поступают, на что их можно потратить. Потому что одно время только ремонт можно было, да, то есть не получаешь живые деньги, только ремонтируешь. Потом ремонт только новыми деталями. Вот сейчас, на сегодняшний день, после ДТП, как человек получает эти деньги и как он может, или получает ли вообще деньги, и как может распорядиться ими? Вот водитель, он имеет право, имеет право требовать только ремонт новыми деталями. Он не может прийти к страховщику и сказать, я хочу забрать деньгами. Сказать-то может, просто страховщик не обязан ему эти деньги платить. Итак, запомним все водители, что если произошло ДТП, страховая компания обязана отремонтировать автомобиль новыми деталями. Если определенный перечень лиц, там они инвалиды, тяжкие вреды здоровью, только граждане другого государства, только они могут получить выплату по ценам РСА. Это всегда с износом, это всегда мало. И есть просто супер решение. Верховный суд защитил нас с вами всех. Он сказал, если страховая компания ремонт не осуществила новыми деталями, то вы имеете право требовать убытки. А что такое убытки? Они не ограничены лимитом ОСАГО. То есть, предположим, у вас ремонт на 350 тысяч рублей по ценам РСА. Износ 50%, то есть, ну, по факту, как будто бы ущерба на 700 тысяч, да? И страховщик вам отказывает в выплате. Вы идете и со страховщика взыскиваете 700. Такого не было никогда за все действия закона об ОСАГО, ему уже 20 лет с лишним, да? Никогда такого не было. Вывод. Если вы хотите получить полное возмещение ущерба, есть три ключевых момента. Вы берете направление на ремонт, никогда не подписываете со страховщиком соглашение. Если он предлагает вам доплатить деньгами, соизмеряете, говорите, я согласен. Из опыта скажу, большинство даже на это скажет, что нет, не надо доплачивать. И выплатят вам без износа. То есть, в принципе, мы не должны заботиться о том, что детали подорожали, потому что, если вдруг ремонт обходится дороже, да, и человек решит, тот, кто ремонтирует, поставить БУ деталь, то мы тут застрахованы, скажем так, да? Да, там будет каждый случай индивидуальный. Если раньше мы говорили, вот все будет так и никак иначе, есть цены Российского Союза автостраховщиков, есть среднерыночные цены, и всегда выплата с учетом износа со страховщика, а если тебе денег не хватило, иди к виновнику, и разницу с учетом износа, и без учета взыскивай с виновника аварии. Вот по этому алгоритму действий мы жили много лет, а сейчас алгоритм сломался, он в головах водителей вообще не укладывается, что выплату без износа можно получить со страховщика. Только нужно правильно вести себя с ним. Можно взыскать не лимит 400, а можно взыскать убытки 700, но нужно правильно вести себя со страховой компанией. Как правильно, вот первый раз скажу, только юрист может знать в конкретном этом случае, как вести правильному. Вот такое ОСАГО. По практике, все-таки мы говорили о том, что многие отказываются, есть ли какая-то статистика, а сколько все-таки отказываются от страховки автомобилистов, профессиональных, непрофессиональных? Ну, последнюю статистику вот буквально смотрела именно по такси. Значит, по такси каждый третий такси ездит без страховки. Примерно, наверное, где-то такая же статистика и у нас на дорогах Алтайского края, что есть тенденция к отказу от покупки ОСАГО. Как только камеры заработают, какое-то время, я считаю, что государство пополнит колзну свою существенную, потому что не все в первый день побегут покупать ОСАГО, а штраф, извините, платить придется. И уж точно нас с вами не предупредят, где стоят штрафы, где стоят камеры, за которые к нам придут штрафы. И поэтому, думая наперед и слушая юристов, я говорю, ребят, покупаем страховки здесь и сейчас. В тот момент, когда заработает камера, покупать страховку может быть уже поздно. Еще вернемся, мы говорили об этом, что застрахуй и себя, и того парня, который без страховки. Есть такая возможность, не покупая КАСКО. Да, есть такое понятие, как мини-кАСКО. В общем, суть в чем, понимаем статистику много без полиса. Прихожу в страховую компанию и говорю, пожалуйста, мне ОСАГО, а еще мне ДАГО. Оно недорого стоит, иногда там полторы, две, три тысячи рублей. И ты на такой же лимит, 400 тысяч рублей, застраховал всех автомобилистов теоретических России, кто в тебя может врезаться. И вдруг авария происходит, и ты уже такой даже не спрашиваешь там, друг, у тебя есть ОСАГО, у тебя есть ДАГО. Есть у него ОСАГО, отлично. Нет, ты берешь, тогда своим ДАГО перекрываешься. И ты идешь в свою страховую. Ну, ты идешь в страховую компанию под ОСАГО, кто тебе продал. Как правило, ОСАГО и ДАСАГО продают одни и те же страховщики. И все, и проблема решена чуть переплатой. Ну да, это, конечно, несоизмеримо с тем, что можно получить, ремонтируя автомобиль самостоятельно. Да, тут, знаешь, какой момент интересный. Верховный суд за этот год выдал просто такие судебные решения. Прям на заметку, я купила ОСАГО, да, буду на примерах, я купила ОСАГО, у меня, дала тебе автомобиль и вписала тебя в ОСАГО. Происходит ДТП, ты разбил машину, ты виновник аварии. И кто должен платить, если этих денег будет там недостаточно. Да, вроде, за рулем, вроде, кто-то и платит. Год было не так, даже больше. Примерно год существовала практика, всегда платит собственник, неважно. Несколько месяцев назад Верховный суд сказал, если я вписала тебя в полис ОСАГО, то тогда платить ущерб будешь ты, считает, что ты законный владелец. Если я тебя в полис не вписала и машину передала тебе, то платить буду я. А вот если я банкрот или нахожусь в процедуре банкротства, я даже иск не смогу предъявить. Понимаешь, какая ситуация? То есть, если виновник аварии, у него нет денег, он не купил полис, да он еще и находится в процедуре банкротства, это просто кошмарный сон водителя. Потому что нельзя пойти и предъявить к нему обычный иск за плативные деньги. Ты пойдешь через арбитражный суд в порядке процедуры банкротства, встанешь там в какую-то вот такую вот очередь, ну фактически прям произойдет потом списание долгов. И я сейчас говорю, да, я сейчас говорю, так, задаем два вопроса на месте ДТП. Первое, у тебя есть ОСАГО? Он говорит, например, нет. Ты говоришь, а ты банкротишься? Он говорит, да. И ты такой, все. Ну практически так. И там есть выходы. Можно подать иск, посчитать так, чтобы он забанкротился, а ты ему от иска, и он опять должник. Но, юристы, наша востребованность растет. Ольга, для финала, такую самую, наверное, показательную историю из вашей практики, когда человек пожалел во всех смыслах, что у него не было страховки. Самая показательная история – это ДТП на мосту несколько лет назад, когда на гололеде собралось несколько машин. И вот как раз тот, кто все эти машины паровозиком подтолкнул, их было порядка пяти машин, и ущерб составил около двух миллионов рублей. И вот тогда это была реальность, и человек вышел на процедуру банкротства. То есть там еще были и сверхлимитные, и фактически хотя бы ОСАГО могло за эти пять автомобилей перекрыть, эти два миллиона. Меньше нужно было, но нет. И у него и сверхлимита, и процедура банкротства, а он продал квартиру год назад. Он не мог этого предположить, но все сделки подлежат отмене. Вот таким образом история с отсутствием ОСАГО обошлась такой большой проблемой для молодого человека. Ольга, спасибо большое. Мне кажется, мы ответили даже на такие вопросы, которые водители никогда себе не задавали сами. Поэтому, безусловно, будет им полезно. Я напомню, что мы говорили о новшествах в ОСАГО и о том, почему поле все-таки нужно иметь. Спасибо, что были с нами. До встречи.